Телеканал КРТ представляет И сомневаемся, что крах либерализма столь же неотвратим, как второе пришествие Спасителя Просто в пришествие мы верим, а крах прогнозируем И начнем мы программу с тонкого пограничия между верой и прогнозом В котором оказался один ярый враг второго пришествия Речь идет о патриархе Варфоломеи, который выступил против второго пришествия Дональда Трампа Назвав миграционную политику Дональда Федоровича оскорблением Святого Духа Именно такая оценка дана в официальном документе Константинопольского патриархата Под названием «За жизнь» на пути к социальному этосу Православной Церкви В целом документ носит религиозный и душеспасительный характер Задаваемый вступлением под названием «Время служить Господу» Цитата «Мы живем в мире, в котором царит падший порядок, разрушенный, омраченный, порабощенный смертью и грехом Терзаемый насилием и несправедливостью Это не то состояние, которого Бог желает для своего творения» Конец цитаты Собственно говоря, обсуждать теологическую часть данного документа Для столь грешного раба Божьего, как ваш покорный слуга Было бы непростительным кощунством Но данный документ содержит небольшую, но вполне четко артикулированную политическую часть А значит, у нас развязаны руки формулой «Богу Богово, Кесарю Кесарево» В заключительной части раздела 7 «Православие и права верующих» Стамбульский патриархат возвышает свой голос в защиту мигрантов Осуждая тех, кто не в состоянии пробудить в себе братской любви к ним Цитата «В наше время мы видели, как некоторые европейские правительства И множество идеологов оказывали влияние на защиту христианской Европы Стремясь полностью закрыть границы Продвигая националистические и даже российские идеи И бесчисленным множеством других способов Отвергая слова самого Христа Мы видели, как националистическая паника поощралась в Европе, в Австралии, в Америке» Конец цитаты Конечно, возможно и такая интерпретация позиции некоторых европейских правительств Которые действительно выступают за резкое ограничение миграции Однако возникает вопрос, на какие именно слова Христа Ссылается новая социальная доктрина, подготовленная под руководством Варфоломея В документе приводятся слова Иисуса из Евангелия от Матфея Цитата «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне» Конец цитаты Здесь мы вновь возвращаемся в сферу теологии, где я не имею морального права спорить Но, включая элементарную логику, могу констатировать В документе, странствующий по Палестине с проповедями Иисус, сравнивается с мигрантом А нынешние мигранты подводятся под категорию «братьев меньше Христа» Да, чудные дела твои, Господи, особенно в Стамбуле Однако, главной мишенью критики является миграционная политика нынешней американской администрации Цитата В Соединенных Штатах, самой могущественной и богатейшей нации в истории Фактически рожденной в результате огромного потока иммигрантов со всего мира Мы видим, что политические лидеры не только поощряют страх и ненависть к лицам, ищущим убежище И обнищавшим иммигрантам Но даже применяют террор против них Похищение детей от их родителей Разрушение семей Мучение родителей детей Интернирование их всех на неопределенный срок Отказ в надлежащей процедуре для просителей убежища Клевета и ложь против тех, кто ищет убежища Развернутые вооруженные силы на южных границах Чтобы пугать и угрожать невооруженным мигрантам Использование расистской и националистической риторики против просителей убежища Ради политического преимущества и так далее Все такие действия являются нападками на образ Божий в тех, кто ищет нашей милости Это оскорбление Святого Духа Конец цитат Понятно, что подобного рода оценки направлены на то, чтобы отвратить достаточно многочисленную паству Американской архиепископии Константинопольского патриархата Окорбляющую греческую общину Соединенных Штатов От голосования за Дональда Трампа Фактически православный патриарх Варфоломей возвращает свой политический долг католику Джо Байдену Который помогал патриарху осуществлять его международные проекты Главными из которых стала выдача Томаса части украинских православных Объединившихся под брендом Православная Церковь Украины Можно напомнить, как в сентябре 2018 года, когда Константинопольский патриархат уже готовил выдачу Томаса Предстоятель так называемого Киевского патриархата Филарет отправился в США Где провел встречу с Джо Байденом и вручил ему орден святого равноапостольного князя Владимира Великого второй степени Интересно, что антитрамповская риторика цитируемого документа Во многом повторяет заявление Папы Римского Франциска перед предыдущими президентскими выборами в США Можно, однако, вспомнить, что, согласно изданию Christian Headlines В конце октября 2019 года католический священник отказался причащать Джо Байдена Позиционирующего себя как верного католика Тогда Байден проводил агитационную кампанию в штате Южная Каролина И зашел воскресным утром в католическую церковь Святого Антония в городке Флоренция Однако, приходской священник Роберт Мори отказался причащать политика из-за того Что тот выступает в поддержку абортов и обещает сделать все для их легализации в стране Для полноты картины можно дополнить, что перед предыдущими выборами Дональд Трамп получил благословение от одного из греческих православных священников Думаю, что и сейчас найдутся православные клирики, не обращающие внимания на теологические изыски Вселенского Патриарха Тем более, что в случае своего второго пришествия на пост президента США Дональд Трамп вспомнит многих искричавших «Распни его!» Так, например, он может поддержать борьбу американской архиепископии Константинопольского Патриархата за автокефалию А тогда это и Бардаган может вспомнить о наличии у него в стране параллельной турецкой православной церкви Созданной еще Кемалем Ататюрком Впрочем, пока Варфоломей исправно благословляет все военные операции турецкой армии в Сирии У Эрдогана особых претензий к Патриарху нет Кроме одной Почему в день государственного переворота 16 июля Самолет Варфоломея был подготовлен к вылету из страны Завершая религиозно-политическую тему Хочу выражать искреннюю признательность Александру Вознесенскому Который помог подготовить мне данную часть панорамы Ну, а два главных кандидата на победу на президентских выборах в США Продолжают усиливать свои позиции Не надеясь только на благословение и причастие Так, на заявление Байдена о том, что он выберет на пост вице-президента женщину Откликнулся известный политик и общественный деятель Аль Шерптон Бывший советник Белого дома при президенте Бараке Обаме Он предложил Байдену пригласить на пост кандидата в вице-президенты Мишель Обаму, супругу бывшего президента США Можно отметить, что с одной стороны Среди сторонников ДЭМ-партии Экс-первая леди пользуется огромной популярностью С другой, она ясно дала понять, что не хочет возвращаться в Белый дом Однако представители демократов заявили, что хотели бы ее уговорить Дональд Трамп, со своей стороны, заочно отвечая на призывы Константинопольского патриархата к милосердию Заявил о планах временно заморозить выдачу грин-карт Дающих иностранцам право жить и работать в США, не являясь их гражданином Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме Ранее Трамп написал в своем твиттер-эккаунте, что собирается подписать указ О временной приостановке миграционного потока в США Президент отметил, что эти меры продиктованы распространением коронавируса И необходимостью сохранить рабочие места для американцев По данным New York Times, после подписания указа Грин-карты останутся доступны только для детей или супругов граждан США Кроме того, Дональд Трамп де-факто возглавил протесты Против жестких карантинных мер в ряде штатов США Правда, во время пресс-конференции 16 апреля Президент Трамп не проявлял присущего ему максимализма Заявив, что власти штатов вправе принимать решения о снятии ограничений Введенных из-за эпидемии коронавируса Президент призвал губернаторов снимать ограничения только в том случае Если в течение двух недель фиксируется падение как числа заболевших Так и количество людей с симптомами коронавируса Кроме того, системы здравоохранения штатов должны иметь возможность Работать в нормальном режиме без перегрузок Цитата «Мы не открываем все и сразу, но делаем шаг за шагом» Однако реально Дональд Трамп достаточно жестко подталкивает губернаторов На ускоренное снятие карантина Проблема состоит в том, что у президента США нет полномочий действовать в данном вопросе через голову губернаторов С другой стороны, сами губернаторы допускают большое количество перегибов, нарушающих законы и конституцию Так, в штате Мичиган, возглавляемом демократом Гретхен Уитмер, разрешена только продажа товаров, необходимых для поддержания жизнеобеспечения Все крупные магазины площадью более 4,5 тысяч квадратных метров Закрывают отделы, торгующие товарами, не подпадающими под это определение В том числе садовым инвентарем и семенами в период посевной Крайне затруднено перемещение людей Некоторые не могут вернуться в Детройт из загородных домов На губернатора ежедневно подаются тысячи исков Губернатор Индианы, демократ Эрик Холькомб, издал постановление, как должны проходить церковные службы Не более 10 человек в одном месте, возраст прихожан не более 65 лет, отсутствие физического контакта друг с другом и со священниками Если идет раздача хлеба и вина, тела и крови Христовой, то только в заранее сделанной упаковке Тем самым он прямо нарушил конституции США и Индианы, которые запрещают законодательное регулирование выражения религиозных предпочтений И Минюст, разумеется, вступился за церкви При этом Дональд Трамп открыто поддерживает требования населения губернаторам Открыть штаты своими лаконичными твитами Освободите Миннесоту, освободите Мичиган, освободите Вирджинию Действительно, в целом ряде штатов акции протеста против введенного карантина Организуют общественные организации и фонды, близкие к консервативному крылу республиканской партии Как исключение протесты организуют ультраправые организации Однако неполживая либеральная пресса подает это с точностью до наоборот Вот статья в светоче журналистики The Washington Post Под заголовком «Сторонники свободного ношения оружия через группы в Фейсбуке Распространяют призывы к антикарантинным протестам» На фото мы видим белых молодчиков с автоматическими винтовками Чуть в глубине – плакат со свастикой и слоганом «Хайл Уилмер» Статья начинается с информации о том, что протесты с требованием отменить режим самоизоляции В целом ряде американских штатов устраивает ультраправая группировка из Миннесоты Которую возглавляет борец за свободное ношение оружия Бен Дор Авторы материала утверждают, что Дор и два его сводных брата Распространяют в соцсети информацию, что опасность коронавируса сильно преувеличена А граждане должны выходить на улицы, чтобы выступать против карантинных мер Предлагаемых властями разных штатов Так, например, созданная группа жителей Висконсина против карантина Утверждает, что задачей губернатора Тони Эверса Служит контроль над жизнями простых граждан и уничтожение частного бизнеса В Нью-Йорке создатели группы в Facebook обвинили губернатора Эндри Куомо в том, Что он нарочно сгущает краски и преувеличивает опасность Далее, уже задав определенный фарватер, The Washington Post указывает, что в некоторых других регионах Организаторами протестов стали представители республиканской партии Например, в Мичигане против самоизоляции выступила входящая в избирательный штаб президента Дональда Трампа Супруга местного конгрессмена Мэшен Мэддок В Facebook на вопрос о блокировке групп, призывающих к отмене самоизоляции, заявили, Что не могут запретить их деятельность, поскольку этому не противятся местные власти Ограничения коснулись лишь тех, кто призывал к демонстрациям в Калифорнии и Нью-Джерси, Где ввели жесткие карантинные меры И только в самом конце повествования расследователи указывают, что участников демонстрации в нескольких американских регионах поддержал лично Дональд Трамп Но, несмотря на приближающиеся выборы, экономические бури и пандемию коронавируса, президент США заботился, наконец, проблемой вакансии на должностях послов на постсоветском пространстве На сайте Белого дома появилась информация о том, что Дональд Трамп выдвигает на рассмотрение Сената заместителя помощника, госсекретаря по делам Западной Европы и Евросоюза Джулию Фишер В качестве кандидата на пост посла Соединенных Штатов в Белоруссии Кроме того, появилась информация, что сдвинулся с мертвой точки вопрос назначения посла США в Киеве Продолжение следует...